Сергей Викторович, возвращение Крыма к родным берегам, те события 2014 года, насколько изменили геополитическую карту мира? Насколько это повлияло на наши отношения с Америкой и НАТО? Мне кажется, эти события изменили очень многое. Прежде всего, они изменили тот настрой, который появился у американцев в последний год-полтора Советского Союза и сразу после распада Советского Союза, когда в сентябре 1990 года Буш, старший президент Соединенных Штатов, провозглазил, выступая в Конгрессе, наступление нового мирового порядка. Это была предтеча объявления конца истории Франсисом Фукуямой. Через год после этого никаких сомнений не было, что отныне и впредь. Конкурировать со Соединенными Штатами в качестве безусловного гегемона, что Соединенные Штаты будут заказывать музыку, будут назначать танцоров и определять продолжительность спектаклей во всех случаях, на всех континентах. Это не скрывалось. Во многом этому способствовало два обстоятельства исчезновения социалистического лагеря, который был частью биполярного мира, возглавлялся Советским Союзом. За соцлагерем исчез и сам Советский Союз, распавшись на бывшие союзные республики в тех границах, в которых они были начертаны, в том числе и в отношении Крыма. Мы знаем, с какими нарушениями советского законодательства и советской процедуры делался этот подарок. В 2007 году президент Путин выступил с мюнхенской речью, которая отразила его анализ того, что происходит в отношениях между Россией и Западом и его анализ той линии, которую Запад изначально решил проводить в отношении новой России, считая ее существенно ослабленной, считая ее нестабильной внутренне и считая, что такая Россия вполне должна слушаться и быть готовой поддерживать западные начинания или, по крайней мере, не мешать в других регионах мира, будь то на Ближнем Востоке, будь то в Африке, в Латинской Америке. И даже отношение к этой его речи было двояким. Кто-то возмущался, как он смеет. У него проблем экономических много, мы ему помогаем, обещаем чего-то. А кто-то посмеивался и говорил, что это все попытки как-то оправдать не очень веселые дела во внешней политике России, вот происками Запада. Но некоторые восприняли это всерьез, их было меньшинство. Большинство проигнорировали. Так, отбрыкнулись, возмутились. А через год в Бухаресте на заседании на саммите НАТО, там параллельно проходила встреча в верхах Совета России и НАТО, президент спросил у НАТОвцев, когда собрался Совет России и НАТО, а накануне был вот, собственно, саммит самого Североатлантического альянса, где и были записаны сакраментальные слова о том, что Грузия и Украина будут в НАТО. То есть, ровно то, отчего за год до этого в Мюнхене Путин предостерегал. И когда уже мы были поставлены перед свершившимся фактом и собрались на российско-натовскую встречу, он спросил у них, зачем они это сделали. Меркель очень долго ему что-то объяснял, что ты пойми, мы же не дали им план для членства, а просто сказали, что они будут в НАТО, ну, Владимир Владимирович посмотрел на нее с сожалением, потому что, действительно, план для членства там не был упомянут, но вот эта фраза безапелляционная, она через пару месяцев снесла голову Саакашвили. И он принял ее как карт-бланш на атаку на мирный город Схенвал и на позиции российских миротворцев, осуществив тем самым нападение на Российскую Федерацию. За что и поплатился. И потом, как нас, западные коллеги, в течение этой пятидневной войны, пятидневной нашей операции умоляли остановить поход на Тбилиси. Но, де-факто, Запад в восьмом году объявил нам войну. То есть, приступив через все национальные интересы России, показав, что не собирается считаться с нашей страной. Вот те грешения в НАТО. Меня-то больше всего изумляет. Ну, ладно, хорошо, после Мюнхенской речи прошел всего год, прежде чем они вот эту фразу, этот лозунг записали на своих скрижалях. Но они поняли, что мы, ну как, мы за своих миротворцев, за людей, которые были предметом договоренности в ОБСЕ и в ООН, которым гарантирована была безопасность. И мы были одним из гарантов. И неужели мы могли допустить, чтобы грузины, грузинское руководство тогдашнее их уничтожило. Но, повторю, прошло не так много времени после Мюнхенской речи. Но вот к 2014 году времени прошло уже много. И прошло уже много времени не только после самой речи, но и после наших действий в августе 2008 года, после наших решительных шагов по признанию независимости Южной Осетии и Абхазии. И в течение вот этого периода, после августа 2008 года и до Крымской весны, отношения с Западом становились все более откровенными, а стало быть и напряженными. Потому что он не хотел делать выводов. Ни Евросоюз не хотел, ни НАТО не хотело делать выводов. И прямо напрямую приступили к резкой активизации своего плана затянуть Украину в свои объятья и сделать из нее инструмент сдерживания, подавления России, и, если хотите, недопущение того, чтобы Россия заняла достойное ей место, достойное ее истории, экономическому потенциалу, людям, народу. Алексей Викторович, получается интересная ситуация. Параллельно они выходят из всех договоренностей о стратегической стабильности. Они практически нарушают все договоренности, которые были с нами, активно работают, поддерживая оппозицию. Притом делают все возможное для того, чтобы оппозиция чувствовала, что Америка с ними. Совершенно не понимает реально происходящее в нашей власти, не понимает, что происходит в нашем военно-промышленном комплексе. Они настолько уверены, что они нас додавят и уничтожат, что просматривают Крым в 2014 году. Дальше истеричная реакция Обамы, введение санкций. И вдруг мы отвечаем Сирии в 2015 году. То есть у них, наверное, вообще произошла полная, ну так я скажу, геополитическая истерика. Ну они просто, у них уже не осталось ни советологов, ни русологов, тех, кто в годы холодной войны действительно имел хорошие знания, аналитические способности. Когда история кончилась, когда наступил конец истории, все вокруг были уже воспринимались. Поменяли русологов на русофобов. Воспринимались, воспринимались, как, ну все же, они у нас в кармане будут делать, как мы скажем. Перестали готовить советологов. Они же люди такие прагматичные. Зачем они нужны? Мы сейчас сами просто будем рассказывать. Да даем и все. Вот это полный провал, полное незнание нашей истории, нашего народа, наших, ну даже привычек, наших пословиц. Рейган еще пытался изучать. Долго терпит русский мужик. Потом петух не клюнет, не перекрестится. Ну есть такие... Макрону нельзя эту поговорку говорить. Да, да. А то гальский петух все пытается что-то там клюнуть. Не только клюнуть, по-моему. Но, да, это, я считаю, был огромный провал западных планировщиков. Причем планировщики-то были, у них замах-то был на весь земной шар. Ну вот мы старались сделать все по-человечески. Потом у нас не было выбора. Я говорил с Регей Генчином Нарышкиным. Он сказал, что по той информации, которая поступила в начале 2022 года, украинские власти обратили своим американским хозяевам и получили добро от проведения операции по зачистке Донбасса. План Б, зачистка Донбасса. И у нас уже не было шансов, мы не могли допустить... Более того, Владимир, она началась уже, эта подготовка к этой операции. Конечно, неделю. С начала февраля... Артиллерийская подготовка шла неделю, да. ...бомбежки в разы даже, в 10-12 раз интенсифицировались. Мы приводили конкретную статистику, такой интенсивности даже не было же во время проведения СВО, с какой обстреливался Донбасс. То есть это была явная артиллерийская подготовка. И ясно, что эта война отнюдь не против народа Донбасса, это война с Россией. Ну, тот факт, что еще в ходе иллюзорных надежд на выполнение минских договоренностей, когда в нарушении этих самых договоренностей киевский режим постоянно обстреливал Донбасс, ну, к нам пара миллионов точно людей оттуда ушло. А после начала СВО еще больше. И вот, знаете, я смотрел, вы там были, я туда собираюсь. Мы создали сейчас в Луганске, в Донецке отделение МИДа, в Запорожье и Ферсоне чуть-чуть попозже. Но вот я хочу съездить там с ребятами поговорить, которые работают в наших представительствах, посмотреть, что им надо. Ну, и, в принципе, МИД, наше подразделение, загранучреждение УПДК оказывает гуманитарную помощь, и это, я считаю, очень правильно. Уже мы получаем обратную связь, присылают нам ребята с передовой видео, с какими-то приветственными словами. Сергеевич, я вам скажу так, некоторые ваши фразы, я встречал на шевронах, и ваши изображения вас очень любят на передовой. То есть вы вашими некоторыми выражениями украшаете жизнь бойцов, и они с радостью их цитируют. Ну, тем не менее, во всяком случае, когда вот провал с минскими договоренностями был, и вот я сейчас смотрю и документальные кадры в ваших передачах, на других каналах. Тавдеевка, ну, почти полностью разрушена. Там они окапывались, как всегда, в жилом секторе, минировали его. И люди, которые встречают наших солдат, ну, вот эту радость, ее не сыграешь. Ее невозможно ни в какой системе Станиславского разучить и освоить. Это люди, видно, ну, наконец-то мы вас дождались. И это в ситуации, когда у тебя осталось там полдома, когда колодцы не работают, электричество. Но это просто означает одно. У них свалилось с плеч вот это вот бремя нацистского режима, который, ну, держал-то их за существа. Это ж не зря Зеленский, когда его в сентябре 21-го года спросили, еще до специальной военной операции, еще шли, как бы, попытки минские договоренности каким-то образом все-таки выполнить. Его какой-то интервьюер спрашивает, обсудив там некоторые вещи про эту историю с минскими договоренностями, он говорит, а как вы относитесь к людям вот по ту сторону линии сприкосновения? Он так удивился и говорит, вы знаете, бывают люди, а бывают существа. И вообще те, кто живет на Украине и ощущают свою причастность к русской культуре, к русской цивилизации, ради будущего ваших детей и внуков проваливаете в Россию. Это он сказал вот в сентябре 21-го года. А до этого не с неба сваливался. Такая риторика была все годы, пока действовали минские соглашения. И выяснилось, что наши якобы партнеры нам все эти годы лгали, решая совсем другие задачи, не те, которые были обговорены в соглашении. Признание, так же, как вот запись, утекшая запись, аудиозапись разговора немецких генералов, это тоже признание чистосердечное, поскольку они очень чистосердечно говорили и вспоминали наши добрые, славные Люфтваффе. Это же тоже показатель. Ну, де-факто они же нам объявили войну, если посмотреть, как ведет себя Америка. Даже ведут уже войну. Ведут войну. Заявление Макрона, что якобы это прощупывает почву, но, де-факто, французские войска чуть ли не объявляются как готовые к воду на территорию Украины. Немцы, которые по своей сути... Ну, еще несколько десятков французских наемников погибли. Они и так там все время находились. Но, как выясняется, Франция же выразила с этим несогласие. Я думаю, что несогласие с тем, что они их считают не наемниками, а кадровыми офицерами. Наверное, слово наемники не нравится. А то, что французские граждане там погибли, у них, видно, сомнений не вызывает. Таурус, это же тоже большой вопрос. Это нарушение базового документа, благодаря которому и появилось очертание современной Германии. То есть нам что, дононсировать соглашение требовать возвращения ГДР, не признавать ФРГ, наглые, трусливые реакции послов стран ЕС, которые боятся идти с вами навстречу. Зачем они тогда вообще нужны Москве? Это для меня большая загадка, потому что это хамство, по большому счету. И, конечно же, раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, но мы учтем, что у них к этому интереса нет. Пусть они пока там в кабинетах своих посидят, поразговаривают по телефону со своими столицами. Но вот то, что происходит сейчас с Западом, у них вот это остервенение, чем хуже дела на фронте, тем более остервенело Запад начинает высказываться. Мы не имеем права, чтобы позволить Украине проиграть, не имеем права позволить России победить. Макрон заявил, оказывается, он еще за пару недель до того, как это все он произнес публично, уговаривал натовцев, те ему сказали, что они считают это очень плохой идеей, он тем не менее произнес, то поправлял его министр иностранных дел, то потом опять переправлял. И в итоге Макрон сказал, я сказал, что мы пока еще до конца не определились, но ничего нельзя исключать. Это и остается моей позицией. И мы будем думать о том, что еще нужно сделать, чтобы помочь Украине, в том числе в плане направления наших войск на украинскую территорию. То есть война и прямое столкновение с НАТО становятся неизбежными, исходя из такого дела? Они будут, конечно же, они будут, я не знаю, какие там у них планы, но, судя по всему, они будут хитрить, либо как немцы, вот мы дистанционно будем направлять смертоносное оружие против российских городов, либо они будут говорить, что это просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что там делают украинцы. Много теряли Запад, но получили мировое большинство. Да, так оно и есть. Президент Лула, я сейчас был на заседаниях 20-ки в Бразилии, и на приеме у президента Лула он подтвердил свой прошлогодний план обязательно через БРИКС развивать альтернативные методы платежей. Мы уже в Сан-Паулу министры финансов на позапрошлой неделе и главы центральных банков встречались, уже предметно занимаются этими вещами. Антон Силуанов по возвращении рассказывал, что эта работа идет, работа идет и в направлении перехода на национальные валюты, но и создание альтернативных многосторонних платежных систем. И, конечно, постепенно, ни одним резким движением начинают сокращаться долларовые запасы, которые хранятся, вернее, резервы, которые хранятся в долларах. Не резко, потому что у многих стран там слишком много лежит этих денег, и себе, главное, не навредить. То есть этот миропорядок, он будет выстраиваться по всем этим направлениям. Мы говорим, что мы готовы к переговорам. А с кем говорить? Язык дипломатии ушел. На языке дипломатии говорят БРИКС. Но Запад перешел на язык откровенного хамства. То, как себя ведут руководители Америки, не описывается никакими дипломатическими нормами. С кем нам договариваться, кто нас не обманет? Ну, когда мы говорим о готовности к переговорам, мы, во-первых, все время подчеркиваем, что, ну, был пример, Стамбул в апреле 2022 года. Это не кто-то, а глава делегации украинской сказал, что да, мы согласились, но нам Борис Джонсон запретил, сказал, воюйте. Он это с таким наивным лицом произнес, даже мне как-то стало немножко его жалко. Как бы он переживает, что вот Борис Джонсон нехорошо себя повел. Но помимо того, что мы говорим, если есть готовность вести честные переговоры на основе и с учетом наших реальных озабоченностей, законных интересов России, о которых мы долгие годы вам говорили и от вас отскакивало это все, если вы возвращаетесь к тому, к чему мы призывали, давайте поговорим. Нет таких пока свидетельств. Сергей Тович, с Ген говорит, с Блинкиным, с Мулом, с Макроном, с Байденом, с Геном. Нет, но есть, была делегация, которая приезжала из Африканского Союза. Нет, с ними говорить можно. Они привезли предложение обменяться пленными, это было поддержано, мы выпустили заявление, какое-то влияние на решение гуманитарных вопросов это оказало. Есть китайское предложение, специальный представитель китайского правительства по Евразии приезжал второй раз. Его предложение, главное, что его отличает от других, он говорит, необходимо признать истинные причины ситуации и разруливать ситуацию путем устранения причин, которые привели к нынешнему кризису через обеспечение законных интересов безопасности всех участников. Мы это и предлагали многократно. А что касается, ну, ультиматума Зеленского, это я даже обсуждать не буду. И мне странно, что швейцарский министр попался на эту удочку, сейчас взялся пропихивать эту формулу Зеленского, хотя я ему в Нью-Йорке, мы месяц назад, когда были на заседаниях по Палестине, он попросил встречи, мы один на один с ним общались, я ему в Нью-Йорке объяснил, что это просто пустышка, и он время будет терять. У них же замысел какой провести еще одну встречу в Швейцарии, нас не приглашать, и на этой встрече завершить редактирование всей формулы Зеленского, придав ей окончательный, беспилородный и неизменяемый вид. И вот уже тогда нас позвать и вручить, как сказал потом Зеленский, вручим, но не для переговоров. Это, ну, они ребята серьезные. Но, вот, я даже не буду спрашивать, что они курят, потому что они нюхают. Да, да, но, вот, показательно, что не меняется вот это неуколониальное мышление никоим образом.